Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Елена Тиханович. Торговая история с чистого листа. В столице под контроль взяли магазины шаговой доступности. По итогам двухмесячного мониторинга более 30 подобных объектов торговли закрыли на ремонт. В планах модернизировать еще порядка 200. По результатам проверок топ-нарушений возглавили несоблюдение санитарных правил и норм, реализация просроченных товаров и эксплуатация уже устаревшего оборудования. К слову, всего в столице более 3000 магазинов шаговой доступности. Большинство из них непродовольственные. Помещения магазинов как внутри, так и снаружи требуют ремонта. Торговое оборудование также у нас каждый год появляется новое, более удобное для покупателей. И поэтому было принято решение и собственниками магазинов, и городскими властями провести модернизацию магазинов шаговой доступности. Где в столице можно понаблюдать за тренировками юных хоккеистов? Кто и для чего тестирует полноприводные спорткары в центре Минска? И почему на улице Каменногорской автомобилисты не досчитались одной полосы для движения? Ответы на вопросы у нашего дежурного по городу Анастасии Винчу. Суровый бой ведет ледовая дружина. На катке возле Дворца спорта проходит тренировка юных хоккеистов. Каждый вторник и четверг эта ледовая арена закрыта для любительских баталий. С 4 до 5 часов вечера здесь тренируются настоящие спортсмены. Маленькие минчане, участники городских соревнований «Золотая шайба» отрабатывают элементы профессионального хоккея. Дисциплина, выносливость, а главное желание. Вот рецепт многочисленных побед. Команда у нас очень дружная. Заниматься нам тоже нравится. Тренера все очень хорошо. Лед достается нам тоже очень отлично. Потенциальная опасность. Между улицами Казимировская и Лицкая валяются фундаментные блоки без опознавательных знаков. Десятки оградительных конструкций не дают водителям на участке улицы Каменогорской пользоваться их законными владениями. Крайняя правая полоса закрыта для проезда. Кроме того, эти фундаментные блоки уже рассыпаются от старости. А любой водитель знает, что даже небольшие камни на дороге могут быть опасны. Камешки отходят от них. Бывают стекла и лопаются. Лучше, конечно, бы их не было. Выяснилось, что эта полоса отведена специально для прогулок горожан. Пока еще непрезентабельный Арбат в дальнейшем превратится в уютную пешеходную зону. Неудобно ходить, но хорошо, что машина не затенет. Формула-1 на расстоянии протянутой руки на площадке возле столичного университета физической культуры проходит выставка легендарных спорткаров. Прикоснуться к мечте на этих ласточках звезды белорусского автоспорта покорили не одну вершину. От ярких спорткаров минчане не отходили ни на шаг. Всем хотелось сфотографироваться с гастролирующей достопримечательностью. Там стоит каркас безопасности, жесткие спортивные сидения, жесткое спортивное сцепление. Ездить на таком автомобиле по дорогам общего пользования очень тяжело. Я бы сказал, даже практически невозможно. К слову, в здании университета физической культуры можно было пройти тест на экстремальное вождение. Здесь работал симулятор по гоночной трассе. Очень хорошо и интересно, что есть такие симуляторы. То, что можно прийти и, во-первых, бесплатно это сделать. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт. ТВ.БО в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии Дениса 600-700. И помните, нам важны подробности. Нет предела совершенству. Концепцию повышения качества услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом на 2015-2020 годы утвердили в Минске. В первую очередь, изменения коснутся обновления автопарка и увеличения скоростного режима. Так, со следующего года скорость трамвая планируется увеличить до 18 км в час. Троллейбусы и автобусы до 20. Скоростного автобуса до 24. А автобусов экспрессного сообщения до 28 км в час. Специально для этой цели в городе выделят отдельные полосы для движения общественного транспорта. Мероприятия будут различные. Одни в сфере будут, как я сказал, уличной руссети, самого транспорта, системе оплаты, система информирования. То есть это целый комплекс мероприятий и планов, которые должны быть разработаны и реализованы. Население, наверное, больше будет доверять общественному транспорту, будет больше пользоваться. А если больше пользоваться, значит и нагрузка на бюджет будет снижаться. Подземные высоты популярности. Каменная Горка возглавила рейтинг станции метро с самым интенсивным пассажиропотоком. Каждый день здесь бывает в среднем 65 тысяч минчан. Это равносильно населению Речицы или Жодины. Также в числе рекордсменов оказались станции площадь Ленина, площадь Якубоколоса и Уручья. А вот на Купалопской и Первомайской самый низкий пассажиропоток. С театральных подмостков на столичной улице новый проект фотохудожника Владимира Чикина «Балет и город Минск» представили в Национальном художественном музее. Это своеобразный эксперимент, где автор размышляет о взаимодействии искусства и современного мегаполиса. Здесь классический балет из сценической среды переносится в уличное пространство. Участие в съемках приняли артистки Национального академического Большого театра оперы и балета. Фотовыставка продлится до 27 октября. Перед вами представлена работа Владимира Чикина. Это достаточно известный галерист, который имеет галерею в Бельгии, в Москве. Просто восхищение прекрасным и детские воспоминания вдохновили Владимира на создание подобных работ. От официальных данных отдела энергетики к оценкам минчан. 17 октября в городе дали старт отопительному сезону. На полное подключение отвели 5 дней. Пришло ли долгожданное тепло в квартиру минчан? Наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Конечно, почувствовал. У нас тепло есть. Я живу в лошадце, у нас там все нормально. На работе еще не включили, да, наверное, еще не положено. Включили, но батарея не настолько теплая, как хотелось бы. В пятницу подключили отопление дома. Тепло, нормально. На работе еще нет холодно. На учебе вообще ситуация тяжелая. Здание старое, очень холодное, но так вот практически. Сюда приехали в гости. Это было прекрасно. Тепло и жарко. У нас в школе, я хожу в школу, тепло и дома тоже тепло. Как бы наши дома батареи нас не грели, любовь все равно греет крепче. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Елена Тиханович. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!